Идем дальше, и теперь мы поговорим о спартакиаде вузов Республики Татарстан, которая на этой неделе продолжила красочно разыгрывать комплекты наград. Почему красочно? А потому что на этот раз сильнейших выявляли в фитнес-аэробике. Кто оказался фаворитом данных соревнований, узнаем в нашем сюжете. В это воскресенье в Униксе прошли соревнования по фитнес-аэробике. В спартакиаде образовательных организаций, помимо КФУ, приняли участие многие другие казанские вузы. Соревнования проводились по нескольким дисциплинам. Степ-аэробика, аэробика, аэробика среди групп из пяти человек, хип-хоп и хип-хоп-большая группа. Турнир среди учащихся вузов проходил в два этапа – полуфинал и финал. Так, у каждого из 258 участников спартакиады была возможность показать свой уровень мастерства и побороться за призовое место. Спартакиаду торжественно открыла сборная КФУ по фитнес-аэробике своим показательным номером. Первыми на площадку вышли коллективы по степ-аэробике. Шесть команд из пяти разных казанских университетов представили свои композиции. Первое место в этой дисциплине заняли студентки КФУ из команды Крайд с динамичным номером. Девушки получили золотые медали, оставив коллективы стартап из Киева на втором месте и энерджи-тим из энергоинститута на третье. Следующими на площадку вышли команды из дисциплины аэробика. Казанский федеральный университет и здесь забрал золото, опередив команды из КГМУ и КНИТУ. Коллективы из КФУ не остановились на достигнутом и завоевали первое место и в категории аэробика пять человек. После красочных конкурсных номеров наступает очередь хип-хопа. Грациозные позировки на площадке сменились на отрывистые движения, тверк и брейк-данс. В этих дисциплинах приняли участие девять команд малой группы и шесть команд большой группы. Победу в первой хип-хоп категории одержал коллектив 4 плюс 4 из КФУ. Девушки выступали самыми первыми, однако следующие восемь команд так и не смогли предзойти их уровень танцевания. Второе место среди команд малой группы также занял коллектив из КФУ. В большой группе за первое место серьезно поборолись команды из КФУ и КГУ. Хоть победу в этой категории одержал коллектив из Казанского федерального, у многих зрителей фаворитом осталась команда, которой судьи отдали второе место. Видимо, ошибка в одной из сложных поддержек стоила ребятам из Энергоинститута потери лидерства. Турнирный день завершился награждением вузов. Так, среди высших учебных заведений большой группы на третьем месте оказался Казанский государственный медицинский университет, на втором месте Казанский государственный энергетический университет, а на первом месте Казанский федеральный. Среди малой группы победителем стал КНИТУ, а второе место забрала ветеринарная академия. КОНИТУ КОНИТУ